Сто компрессий в минуту в течение получаса. Для проведения сердечно-легочной реанимации нужны не только знания, но и хорошая физическая подготовка. Устанавливается под пациента. Засунуть его очень легко. Структура прям замечательная, как лопаточка. Просунул, происходит фиксация. Все. Включается аппарат. Три кнопочки включения. Выставляется на нужную глубину, то есть грудной клетки. Уперся, вот так фиксируется. Все. Аппарат Лукас-2 не только освобождает руки врачей, но и обеспечивает качественное проведение сердечно-легочной реанимации. Человеческий фактор исключен. Пока работает техника, медики оказывают другую помощь пациенту. Пригодиться может в любой момент. Лукас-2 – легкий и универсальный аппарат, в отличие от аналогов. Лукас-2 не требует никаких моделей, которые определяются. Он, в принципе, у него пластиковый корпус. Он позволяет работать вообще с любым оборудованием. То есть даже те же самые проведения дефибрилляции можно проводить любым аппаратом. Он не требует каких-то технических, как вот, например, взять тоже сравнение с автопульсом. Он требует именно дефибриллятор фирмы Зуко. Теперь такие аппараты для непрямого массажа сердца есть на каждой подстанции скорой помощи Подмосковья. Их приобрели по программе губернатора региона. Всегда, когда выезжает реанимационный мобиль, он едет в неизвестность, непонятно в каком состоянии человек, какие вскроются дополнительные проблемы, ситуации. Конечно, врачу эта мобильность, оперативность дает возможность принимать быстрые решения, когда свободны руки. Появление аппарата для сердечно-легочной реанимации – это прежде всего облегчение труда медиков и более большой шанс на спасение жизни пострадавшего или пациента, потому что человек, в конце концов, может устать. Для того, чтобы держать человека на поверхности, порой нужно 30 минут массировать, и глубина – это 5 сантиметров не меньше, нужно в грудную клетку погружаться в врачу. Это достаточно сильные руки нужно иметь и достаточно большой интенсивность работы. До 400 вызовов в сутки. Ежедневно на дежурство выходят 32 бригады скорой медицинской помощи. Когда потребуется аппарат «Лукас-2», реаниматологи предугадать не могут, поэтому он всегда под рукой. Хотя, признаются врачи, хотелось бы, чтобы потребность в нем возникала как можно реже.